Доброе утро, коллеги! Случаев на 100 тысяч населения в год. Казалось бы, это небольшая потеря, но почему же эта проблема важна? Заболевание чаще всего возникает в любом возрасте, но преимущественно в интервале между 16 и 35 годами. В этой возрастной группе в России преобладают женщины. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся у пациентов, которые не отвечают на первую линию терапии, при использовании современных программ лечения, рецидивы возникают примерно у 10-30% больных в зависимости от исходной стадии заболевания, прогнозических признаков и характера терапии первой линии. Из общего числа рецидивов большая часть возникает в первый год после окончания лечения это ранние рецидивы. Еще 20-25% в течение второго года, остальные рецидивы возникают позже без какой-либо уже закономерности. Легче подается повторным лечениям рецидивы лимфомы Ходжкина, возникшие уже после многолетних ремиссий. Частота повторных полных ответов в группе больных с поздними рецидивами достигает 75%. Десятилетнее безрецидивное течение в группе с повторным рецидивом составляет 45%. Однако длительная общая выживаемость почти вдвое ниже из-за вторичных мелодных ликозов и других опухолей и иных осложнений, связанных с повторным лечением. Современным стандартным лечением резистентных форм и рецидивов лимфомы Ходжкина является высокодозная химиотерапия. Это проведение двух-трех циклов стандартной химиотерапии второй линии, аферез, стимуляции сбора стволовых клеток, крови, высокодозной химиотерапии и возврат стволовых клеток. На данном слайде представлены последние рекомендации по применению именно противорецидивных курсов химиотерапии, о чем говорили мои коллеги ранее. Это терапия с включением уже препаратов нового поколения, таргетных, таких как брентуксимаб, ведатин. Наша задача нашего центра на медицинскойологии Петрова была изучить характеристики, выявить факторы, которые влияют на то, что пациенты не отвечают на высокодозную химиотерапию. На данном слайде представлены характеристики пациентов других центров для выявления благоприятных факторов прогноза. Хотелось бы рассказать о непосредственном опыте нашего центра. С 2014 года по 2019 год было пролечено 96 пациентов. Это были пациенты разных возрастных групп. 86 пациентов были пациенты моложе 45 лет. В основном были женщины, это 68%. В основном были представлены продвинутые стадии, это 3-4 стадия. Первичное рефракторное течение наблюдалось у 48 пациентов. Стадия при рецидиве также наблюдалась в основном продвинутая, 3-4 стадия у 54 пациентов. Множественные рецидивы перед началом редуктивной терапии составляло примерно у 15% пациентов. Количество линий перед проведением высокодозной химиотерапии в плане линий именно редуктивной терапии составляло более одной линии у 27%. В нашем центре в основном использовался курс химиотерапии ТХАП. Мы его использовали у 69% пациентов. Полный ПЭТ-негативный ответ перед выходом на трансплантацию у нас составлял 32%. Поддерживающая терапия бринтоксимаб-ведатин после трансплантации у нас получало 25% населения. Наши результаты. Средняя медиана общей выживаемости составила 31 месяц. Двухлетняя выживаемость свободна от неудач лечения 84%. Двухлетняя выживаемость общая выживаемость 92%. Двухлетняя выживаемость свободна от неудач лечения у женщин составила 87%, у мужчин 75%. Статистически это оказалось незначимым. То есть нет корреляции, что это является каким-то прогностическим фактором. На данном слайде хотелось бы отметить, что есть зависимость выживаемости свободны от неудач лечения и общей выживаемости от молочных рецидивов перед проведением именно редуктивной терапии. Пациенты, которые проводилась терапия перед редуктивными курсами, то есть это могли быть курсы АБВД, биокопы. Они могли проводиться несколькими этапами. Пациенты, которые были перелечены, можно сказать так, у них двухлетняя выживаемость свободна от неудач лечения значимо ниже, чем у пациентов, которые получили первую линию терапии, затем уже, соответственно, перешли на вторую линию терапии. Также есть зависимость выживаемости свободны от неудач лечения и общей выживаемости от количества линий химиотерапии перед высокодозной химиотерапией. У пациентов, в которых было проведено более одной линии редуктивной терапии, общая выживаемость и выживаемость свободны от неудач лечения тоже значимо снижается. Пациенты резистентные, на данном стадии представлены пациенты резистентные к редуктивной терапии, как они были представлены и какова это была группа. В основном это были пациенты с продвинутыми стадиями, это были пациенты с рецидивными либо ранними, либо первичными рефрактерными, и у пациентов также наблюдались экстранодальные поражения. Эффект от высокодозной химиотерапии у нас составил полный ответ после проведения высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией. 77% это полных ответов, частичных ответов 5, и прогрессирование составляло 11%. Также мы отметили зависимость выживаемости свободны от неудач лечения и общей выживаемости от сохранения ответа после трансплантации. Если у пациентов ответ сохранялся менее 6 месяцев, то соответственно его выживаемость значимо снижается. Также на этом слайде представлена раскладка, как выглядели пациенты, которые оставались в ответе менее 6 месяцев. Также хочется отметить, что это были зачастую продвинутые стадии, 3-4 стадии, что это были рецидивы, либо ранние, точнее это были ранние рецидивы, либо рефракторные течения, и также у них наблюдалось экстранодальное поражение. Выводы, которые хотелось бы сделать, что двухлетняя выживаемость свободны от неудач лечения составляет 84%, и общая выживаемость составляет 92%. Неблагоприятные факторы, которые мы выделили, это множественные рецидивы и резистентность к редуктивной терапии. Статистически значимо снижает показатели выживаемости свободны от неудач лечения и общей выживаемости. Также рецидивы после высокодозной химиотерапии менее 6 месяцев ухудшают выживаемость свободны от неудач лечения и общую выживаемость. И в заключение хотелось бы сказать, что выделение группы высокого риска среди пациентов с рецидивами рефракторными формами лимфомы Ходжкина позволяет оптимизировать противорецидивную терапию, применение таргетных препаратов, иммунотерапии, поддерживающей терапии, после высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.